Время, когда мы в бюджете латаем всякие дырочки, с одной статьи расходов переносим на другую, погашаем задолженности и т.д. и т.п. Все совершенно верно. Но я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что декабрь месяц это еще, кроме этого, подчеркиваю, даже не начало формирования, а уже завершающая стадия формирования бюджета на 2013 год. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что потом дальше некогда будет. Что произошло вчера? Вчера президент подписал закон о год-бюджете 2013 года. То есть у нас буквально остается 2 недели процедурных. И мы опять получим новый бюджет. Этот бюджет в этом году принят как никогда провальный. Дефицит его увеличился на 30% и составляет больше 50 миллиардов гримм. Что это значит? Ну мне говорят, я обсуждал с коллегами, говорят, что ты переживаешь, европейские стороны тоже принимают дефицитный бюджет. Да, но в европейских странах начинают экономить на себе. В смысле урезают исполнительным органом зарплаты, сокращают количество. У нас же наоборот. У нас в этом бюджете государственном на 1,2 миллиарда увеличили финансирование силовых структур. Ну возможно это и надо, что силовики должны получить. Но почему же тогда мы уменьшаем субвенцию державную местным органам власти на погашение разницы в тарифах на 10 миллиардов? А это почти 70%. Представляете, на 70% мы меньше получим. И, ну там можно рассуждать долго. Суть какая? Что экономить плод на так называемых береговиках. То есть те, которые должны получать импоты. Даже в законе написано, что они не согласны закону должны получать причитаемые им выплаты, а по мере наполнения бюджета. А если не наполнится? Суточка, аж мы не говорим о 13-м бюджете. А я объясняю, почему я говорю. Мы же говорим о 13-м. Сейчас я говорю именно об этом, потому что у нас остается буквально 2 недели. 3 января, как в прошлом году мы получили бюджет 2013-го, в прошлом году 2012-го, один день и проголосуем. Поэтому мое предложение сейчас, сейчас, всем распорядителям бюджетных денег, а это отделы культуры, отдел здравоохранения, отдел образования, отдел семьи и молодежи, провести заседание с профильными комиссиями, где, внимание, вот то, о чем я целый год бьюсь, где провести анализ депутатских запросов и обращений в течение этого года, которые были. Для чего? Для того, чтобы по возможности все-таки включить их вот эти бюджетные запросы. Я услышу, и наверняка и вы, все коллеги депутат, услышите, что денег все равно не будет, потому что я только что сказал, что госбюджет принят с дефицитом. Тогда у меня другое предложение уже исполнительному комитету финотделу и профильной бюджетной комиссии по финансам. Давайте предусмотрим в этом бюджете на 2013-й год, вот это суть предложения, некий такой депутатский фонд для работы с обращениями избирателей. Ну, это может быть сумма незначительная, я скажу, пока 300 тысяч. Вот определили, для того, чтобы вот эти вот, чтобы не было нам стыдно, когда мы обещания делаем, а исполнить их не нужно. Можно это из фонда развития корону, как бы, несколько туда заложить. Вот эту статью расход. То есть, я сейчас предлагаю подумать и заложить. А почему я говорю не олегально? Потому что в следующий раз мы с вами встретимся здесь на пленарном заседании, когда мы будем уже утверждать бюджет 2013-го года. И опять все пройдет уже. То есть, еще раз фокусирую два своих предложения. Распределителям бюджетных кошек провести совместное заседание с профильными комиссиями для анализа депутатских запросов и обращений. И второе, исполковому финоделу предусмотреть на следующий год статью расходов депутатский фронт. Как мы его взовем, неважно. То ли это фронт по работе с обращениями избирателями, то ли еще как-то. Но главное, чтобы там должна быть сумма и процедура. Какую мы можем, в частности, я даже не говорю не о себе, как депутата от политической партии Фронтмин, а о депутатах-мажоритарщиках, которые работают на микрорайонах и на сегодняшний день вынуждены латать дырой за свой собственный счет. Ну, что крайне как бы. Спасибо. Все, спасибо. Сегодня была коллегия, мы на коллегии в моей области.